Как можно, скажи, пожалуйста, в таком состоянии, посмотри, я здесь мою, посмотри, вот это я латала, это я поставила сюда, это я все делаю, посмотри, вот, почему не может они делать этого? Люди устали ждать и устали просить, около 500 человек на протяжении десятков лет живут в нечеловеческих условиях, запах сырости, вонь канализации и всюду плесень, и это не заброшенные руины старой постройки, это общежития, где еще живут люди, на секундочку, 21 век, город Каспийск. В это сложно поверить, но именно в этих комнатах жильцам дома приходится готовить еду, принимать душ и не только. Градус возмущения людей, он очень понятен, потому что ни один из чиновников, который затягивает решение этого вопроса, до пяти минут бы здесь не провел, а не то чтобы жить здесь, понимаете, я понимаю людей, у нас нет крайних, все не при делах, но при этом люди почему-то живут до сих пор в таком условиях. Здесь жить не только некомфортно, но и небезопасно. Оголенные провода и постоянные замыкания. Жители говорят, бывали случаи, что и щиты взрывались. Пора уже людей просто переселить отсюда, потому что другого выхода здесь нету. Либо здесь ударит кого-то током, будет проходить, или там пожар начнется. Изношенные здесь не только электрические кабели. Пол в этом многоквартирном доме в буквальном смысле уходит из-под ног. Крыша в непогоду протекает, стена сыплится слоями. Пять лет назад людям удалось убедить городские власти включить их в многоэтажку в список ветхих домов. Включили, но вот до конкретных действий дело так и не дошло. Представители администрации говорят, они сделали все возможное. Теперь решение за республиканской властью. Планируется представление документов, какие дома будут под расселением в этом году или в следующем году. Этот дом плюс еще один на Аджинькидзе находится первый в этом списке. А на какие года он может упасть? В каком году я вам не смогу сказать, потому что эти данные могут быть в Минстрове Республики Дагестана. Уже будем отталкиваться от информации, которая будет предоставлена в Минстрове Республики Дагестана. Однако по итогам встречи главный вопрос, когда людям все-таки ждать нормального жилья, остается без ответа. Представители ОНФ в Дагестане намерены держать ситуацию на постоянном контроле, но даже это не гарантирует скорого решения вопроса. Естественно, мы сейчас обратимся в правительство, в Минстру. Мы хотим официальные документы получить о том, когда действительно людей, в какие сроки начнут переселять. Патимон Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск.